Здравствуйте, дорогие друзья! Я Анатолий Семенов и, как всегда, в это время в эфире программы Город Эс. Я в таком странном виде, необычном, но меня понимают цирковые люди, поклонники цирка. Это кепка великого Олега Попова, которую, ну, некоторое время назад мне он подарил лично в честь юбилея, столетнего юбилея Самарского цирка. Такой был праздник некоторое время назад. А сегодня мы поговорим, понятно, о цирке, я уже могу снимать эту кепку. Вот, разговор будет серьезный, с моими серьезными сегодняшними собеседницами. Итак, дамы и господа, в гостях у меня сегодня Фатима Гаджикурбанова, заслуженная артистка Дагестана. Художественная руководитель программы Советский цирк, руководитель номера Канатоходца Медникова и так далее, и так далее. Фатимочка, добрый день. Добрый день. Рад тебя видеть здесь. И Ирина Леонтьева, руководитель номер Игры народов с севера. Друзья мои, приветствую вас у нас в студии, у нас в городе. И не скрою, я видел эту программу и понимаю, что название это не кимонок, сейчас такая мода на все советское. Или вы, называя программу Советский цирк, руководитель с какими-то другими соображениями? То есть почему название такое у программы? Ну, название такое, потому что у нас в программе собрались номера, именно те, которые были лучшие номера Советского цирка. И сейчас вот мы, как бы, катая нашу программу по городам, мы хотим показать именно тот цирк, лучший цирк, лучший цирк в мире, который был когда-то именно Советский цирк. И поэтому сегодня у нас в программе есть номера и аттракционы, которые много-много лет назад Советский цирк представляли за рубежом как лучший цирк в мире. Во всех странах. Да, и мы хотим показать здесь, в Самаре, именно те номера. Ну, знаете, бывает ностальгия, когда люди скучают именно по Советскому цирку. И вот если они придут к нам на программу, они увидят как раз то, что они видели когда-то, много лет назад. Сегодня, потому что, например, вот я работала в Советском цирке с папой, с сестрами, а сегодня уже мои ученики работают вместе со мной. То есть у нас есть... Приемственность, да? Конечно, конечно. Вот у нас есть кубанские казаки, мировой, можно показать вот легенды мирового цирка. Да, вот я показываю, потому что это вот девушки мне в подарок привезли от самого Юрия Петровича. Да, Юрий Петрович Мерденов, народный артист России. Это конно-акробатический аттракцион «Кубанские казаки». Это единственный в мире аттракцион. И вот это аттракцион именно легенды мирового цирка, потому как он объездил весь мир. И сегодня у него насчитывается более двухсот учеников, которые работают во всех уголках абсолютно везде мира. Везде, и в Америке, и в Японии. Они там уже как и постоянно в программе. И вот Юрий Петрович, он как раз недавно был на гастролях тоже в Японии, в Италии. И сегодня привез свой аттракцион в Самару. Естественно, у него все молодые партнеры, его новые ученики, лихие джигиты и акробаты. И очень, конечно, хочется, чтобы такой мировой аттракцион зрители вот в Самаре увидели. Хорошо. У нас Ирочка молчит. Вот «Игры народов с севера», кто еще не был на представлении нынешнего цирка, вот что включает в эти игры, что это такое, что за номер? Ну, номер «Игры народов с севера» — это тематика малочисленных народов с севера. Гонки на нартах, с оленями, естественно, с лайками, с хасками. Много цирковых трюков животные делают. Таких номеров, в принципе, в России нет. Ну, за рубежом тоже. Я как-то дитё цирка выросла, родилась в цирке, я второе поколение. Вы второе поколение. А уже сколько у вас династии поколений? Ну, я пока только... Ну, у меня сейчас уже внучка будет, будет уже четвертое поколение начнет работать. Вот, я видела и дуровых в своё время, много животных. Закончила цирковое училище в 70-м году, но выпускалась в жанре «Гимнастка на турниках». Вот, но после того, как я травмировалась, запретили работать акробатический жанр, но представить себе жизнь без цирка было невозможно. Ну, у вас номер, конечно, очень стильный, он мне понравился, он такой, в нём есть... Вот он запоминается, яркий запоминающийся. Да, и мне хотелось что-то такое сделать, вот чего ещё не было в цирке. Ну, вот у меня такая вот родилась мысль, думаю, а вот сделать всё-таки север, это бриллианты, это меха, это красивые олени с рогами. Вот почему-то мне захотелось такую экзотику северную. Как-то большинство в цирке преобладает... Как привык к южной экзотике, да? Южная, да, экзотика. А вот захотелось такое необыкновенное, это же северное сияние, это же такая красота. И вот я почему-то решила, что вот надо вот такое вот сделать. Ну, вам удалось это. Здорово. Спасибо за этот номер. Ну, мне, в общем-то, доверили эту возможность. А, ну, сейчас мы посмотрим фрагмент номера из вашей программы «Советский цирк», и потом прокомментируем его и продолжим. В студии смотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Итак, вот этот номер, ну, кто внимательно смотрел, увидел, что верхняя – это Фатима, наши сегодняшние гости. Как девчонка, как девчонка просто. Ну да, стараюсь. Я вот не узнал прям, совсем не узнал. Вот как сцена или Маниш преображает людей все-таки. Ну, конечно, жизнь эта молодая, конечно же. Я вот смотрю, снимок увидел, да, насчет молодой. Я буду его показывать. Комментируй, пожалуйста. Да, но это папа. Это уникально, я так понимаю. Это папа. И это я. Мне здесь 7 лет. Вот я вышла первый раз вообще на сцену Кремлевского дворца. Вот ты наверху, да? Да, наверху. Это папа, да? Мне было 5 лет, когда я первый раз вышла. Вот декада Дагестана была. И мы работали перед правительством, значит, Советского Союза. И здесь уже 7 лет. Вот папа, как бы, всех наставил на канат, ну, лет с 5. Нас 7 сестер. И, естественно, я 6-я. А, кстати, хочу сказать, что моя 7-я сестра, когда мне было 3 года, папа был на гастролях в Куйбышеве. То есть у вас здесь, в Самаре. И моя сестра, младшая, из Зольда, родилась здесь. Вау. То есть вы породились в Самаре. Конечно, конечно. Чудно. Поэтому, когда, вот вы знаете, я когда приехала сюда, ну, я так разглядывала, смотрела весь город. И я села на трамвай, мне было интересно посмотреть город. Потому что для меня это было какое-то родное. Потому что все-таки моя сестра здесь родилась. И я села на трамвай и поехала. Часа 2, наверное, каталась, посмотрела весь город. И честно скажу, что вот мы же везде ездим. Очень нравится Самара. Очень зеленый город. Красивый у вас, потрясающий. И Волга. Ой, ну Волга. Я сама в Горьком родилась, в Нижнем Новгороде, на Волге. Тоже папа был на гастролях. Вот моей сестре повезло тоже. Я говорю, ну, теперь она может гордиться точно, потому что она здесь не была. Никогда она живет в другой стране. У них там свое шоу сейчас в Лас-Вегасе. И у них театрально-цирковое шоу. Они там на гастролях. И я ей скажу, конечно, что она может гордиться, потому что необыкновенно красивый город, необыкновенно у вас набережная. Я все время восхищаюсь. Иду и говорю, ну как же и чисто, и зелено. Но столько деревьев красивых. И люди теплые. И вы знаете, вот, наверное, это передается, потому что перед премьерой я очень сильно волновалась. Ну, думаю, какое-то все родное для меня было. Вот. И, естественно, волнения было вот больше, чем обычно. Но вышли мы, как говорится, наши первые выступления были удачные. И все пошло. Да, все пошло. И публика, конечно, у вас просто потрясающая. Потому что, да, они нас принимают. И браво, и молодцы кричат. Восхищаясь. Ну, давай сейчас посмотрим один из гвоздей вашей программы. Это «Кубанские казаки». Фрагмент номера, конечно, не есть. Конечно, конечно. Фрагмент смотрим. Конечно, конечно. «Кубанские казаки» 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 Субтитры делал DimaTorzok Мы приехали на практику в 1969 году уже с готовыми номерами, ну так, обкатываться, и работали здесь в парке, в летнем цирке Шапито. А этот цирк строился, и первое представление для строителей цирка, нам, значит, пригласили нас, чтобы отработать вот на этом манеже, в этом цирке. Мы приехали в Новом, мы отработали одно представление, и цирк закрыли там до доделки, сегодня в сентябре, это было в июле месяце 1969 года. А в сентябре месяце его уже открыли для всех зрителей, посещения. То есть вы были реально у истоков? Да. Я как бы была там. Повезло, да. А я показываю на камеру. Вот, когда было столетие, отмечалось нашего цирка, вообще, Самарского цирка, не только того, который сейчас, цирк Столетней Выдержки. Это вот мой материал на несколько полос с шикарными снимками. Сюда приезжал Запашный, возглавляющий Росгосцирк. Вот. И, ну, как бы часть истории, и Вы часть истории, и мы часть истории. И Самара с большими традициями цирковыми, на самом деле. Ну, Самара цирковой город всегда был. Да, девчат, вот вам за то, за хорошие слова, в адрес Самары, дарю по экземпляру, значит, вот крайний номер показывают. Журнал «Леди Клуб». Такое издается шикарное издание для леди нашей губернии. Вот, будете читать, там по очереди как-то решите. Вот, и предшествующий номер, это такого же журнала, где мой проект «Игра в театр». Посмотрите, как выглядят еще наши театральные, так сказать, проекты. Спасибо большое. Журналистко-театральные. Пожалуйста, девушка, спасибо вам. Спасибо, большое, спасибо. Да, и давайте возвращаемся, посмотрим сюжет, фрагмент сюжета, вот, руководитель номера Канатоходца Медникова, Фатима, кроме того, что еще худрук всей огромной программы, да, чудесной. Вот, давайте посмотрим, потом прокомментируем. Хорошо, смотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот исключительно сложности номер. Фатима, пару слов о... Ну, мне хочется сказать, что... Ну, мне хочется сказать, что... Ну, дается это, конечно, вот я с детства начинала, да. А партнеры у меня, они пришли уже взрослые в 23 года, в 20 лет. Естественно, ну, много репетиций, по 6-8 часов труда ежедневно. Вот. И вот мне, конечно, хочется добавить, что у меня партнеров в номере делает, вот то, что видели, вот это двойное сальто. Это второй исполнитель вообще в мире. Вот двойного сальто его делал мой муж. Почему Канатоход Семедникова? Это Александр Медников, который был, получил травму в Америке, лежал он в коме 13 лет. Я за ним ухаживала, так случилось, что я не работала много лет. И когда его не стало, я вот посвятила номер в память мужу Александру Медникову. Почему мы и называемся Канатоход Семедникова? Он первый исполнитель был двойного сальто. И вот Константин сейчас, Агунович, он делает... Это как раз второй исполнитель. Но с 78-го года этот трюк никто не повторил. Насколько сложно это, понимаете? Ну, конечно, у меня был опыт, потому что я видела, как Саша делает, и передавала уже сейчас, вот. Это что-то тоже из Америки, по-моему, да? Я хочу вам подарить, кстати, вот, я работала в Американском цирке, вот, как раз с Сашей Медниковым. Это вам подарок. Спасибо огромное. А я показываю на камеру. И вот здесь, по-моему, вот это вы, да? Это я, да, это 200 лет американскому цирку, и сделали специально почтовые марки, и вот меня пригласили, как раз там было... Ведь 150 артистов, и я гордилась тем, что вот, опять же, русская, советская артистка... Спасибо огромное. Да, на почтовой марке... Ну, вот марки, по-моему, давайте покажем марки. Да, это конверт. Ага, показываю тоже. Такой, с Вашингтона мы там сидели, и в офисе в почту проходили много сотен людей. Да, мы давали автографы. Часть советского цирка, да. И покажем сейчас марки. Специальное гашение, тоже вот все советский цирк. Вы знаете, прямо, наверное, тысячу людей проходило, брали автограф, и меня, и клоун был, и даже... Нет, ну, советский цирк, это бренд, это круто. Вы знаете, потому что приятно, что именно наши артисты, опять же, я, как представитель советского российского цирка, именно меня пригласили. Хотя ведь это 200 лет американскому цирку. Казалось бы, да. Да, но это очень приятная честь. И признание заслугу советского цирка, да. Вы знаете, хочется сказать еще, вот у нас в программе есть эквилибристы, Масловы, заслуженный артист России. Это третье поколение в цирке. Его отец был фронтовик, дедушка тоже участвовал в войне, еще в революцию. И, в общем, сегодня он выступает на манеже здесь, в Самаре. Он делает уникальный трюк, который тоже никто не делает. Мне очень хочется, чтобы самарский зритель посмотрел как можно больше, чтобы приходили в цирк. Потому что вот то, что он делает, Саша Маслов, это никто не делает. У него длинный перш. На перше стоит мальчик в одной руке. Его ученик тоже. Вот. Также у нас есть... Может быть, Ирина вот продолжит, да? И расскажи о коллегах еще ваших. Ну, у нас еще очень интересный, ну, так скажем, аттракцион с животными, экзотическими. Это пятое поколение артистов Корниловых. Вот ее брат Андрей Корнилов работает со слонами. У нее, значит, экзотические животные. С Андреем я знаком. Да, вот это как раз сестра. Да, это сестра его. Вот. У них, значит, большое разнообразие экзотических животных. Верблюды, питоны, крокодилы, ламы, альпака. Обезьяны. Обезьяны разных пород у них. В общем, интересный такой номер, очень красивый. Так что... Вы знаете, для зрителей, для зрителей такое количество животных и разновидность огромная. У них несколько разновидностей. Дети прямо оживают. Да, конечно. Это все равно, вы знаете, даже если дети пойдут в зоопарк, то они увидят, что эти обезьянки просто там, ну, по веточкам прыгают. А тут они работают. А здесь они работают. И как работают. Артистки, конечно. И крокодилы у них есть даже. Покажем, как работает. Еще фрагмент небольшой вот этого чудесного конного аттракциона. И там уже будем выходить на финал. Может, что-то еще скажем в итоге. Смотрим. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»